Пошлите со мной полоть лучок, посмотрите, все заросло. Полю, наверное, каждые три дня. Трава как бешеная тут же встает и растет. Жара не жара, ей все пофиг. А растет и все. Все жалуются на жару в Краснодаре. А как будто ее в других регионах нет, я не понимаю. Ведь две недели жары есть в любом регионе. Вот девочки мои, сестренки живут в Ашкирии. У них сейчас жара до 40. То есть это вам не Краснодар, а жара такая же. Также и в Сибири стояла жара. Когда неделю, когда две. Здесь также в Краснодаре. А тем более здесь курортный регион. Жара нужна. Люди как будут купаться? Приехали на курорт и что, сидеть в отелях? Нет, надо, чтобы водичка прогрелась. Чтобы людям было комфортно покупаться. Еще раз повторяю, что сюда приезжают не за летом. Люди сюда приезжают за зимой. Зима здесь мягкая, комфортная. Я понимаю, что здесь есть свои минусы. Но минусы есть в любом городе. Есть свои плюсы. И плюсы есть в любом городе. У кого-то хорошая зарплата, у кого-то родственники все там живут. У кого-то дом красивый, богатый, я не знаю, трехэтажный. Ну, кто на что меняет. У нас не было там богатства. Да и здесь оно не светится. Была трехкомнатная квартира, хорошие, улучшенные планировки. Ничего. Продали. Купили домик. Да, саманный. Да, старый. Но нам в нем комфортно. У меня дети рядом. Мне, как бы, это лучше, чем там. Дети далеко были. Ну, как я должна без детей жить? Ну, никак. Здесь я их вижу прям чаще, несколько раз, чем там. Поэтому я вам говорю, поменять можно все, что угодно. Можно иметь золотые хоромы. Ну, если у тебя рядышком нету твоих любимых, родственников, детей, или еще у кого-то в хоромах, в этих жить смысла нету. Я не знаю, у меня такое мнение. Может быть, у кого-то другое. Люди разные есть. И ценности у всех разные. У меня ценности такие. В первую очередь, мои дети, родственники. А потом уже какие-то удобства. Вот так вот. А что? Здесь нужно все оценить. Переезжать всем подряд тоже не советую. Потому что это очень, может быть, чревато. У кого-то здоровье не пойдет здесь. У кого-то работы нет. У кого-то еще что-то. Если вы все свои взвесили за и против, и видите, что здесь плюс у вас, то тогда да. А если какие-то минусы здесь больше, чем плюсов, смысла нет переезжать. Живите там, где жили. Вот. Я так считаю. Ну уж, решайте там сами. Я все время говорю. Это очень много лет мы шли к этому. И пока это все срослось. Вначале дети учились. Закончили высшее образование. Потом мы ждали пенсию мою. Вот тогда только, чтобы была хоть какая-то минимальная. Но у вас капли, если вдруг работы у вас не будет, то у вас будет хоть капелька пенсии. А там уж, тем более, дети, если когда уже выучились, вы уже им меньше помогаете. Тут уже они вам начинают помогать. Ну, я не знаю, я надеюсь, у многих так. У нас так вот получилось, что вначале мы их кормили, а теперь они нас кормят. Папа выйдет еще на пенсию, тогда уже они нас меньше будут кормить. Маленько осталось, два с половиной года. И будем мы уже жить тогда на свою только пенсию. Во первости, да, пока устроитесь, пока все купите, подстроите все под себя, денежки нужны, да. Ну, так не берите слишком дорогой дом. Оставьте какую-то сумму на благоустройство, на то, что вам нужно будет здесь докупить там, или какое-то время прожить, пока вы найдете работу там или еще что-то. Так вот я считаю. А люди, вот пишет женщина, вот здесь все болеют раком. Так у нас в Сибири еще больше болеют раком. Не, он у подружки, невестка. 30 лет, бедненькая девочка. Рак груди, пожалуйста. Ну и что теперь? Окол боятся в лес не ходить. Рак, он везде рак. Не только здесь, на Кубани. Рак и полно везде. Кто где работает, или еще что-то может быть, какие-то наследства, какие-то предприятия вредные. Это да. Но мне вот здесь почему лучше? Там мне давление постоянно мучило в Сибири. А здесь я, вот летом я вообще, у меня, видать, межсезонное какое-то, что ли, давление. Зимой у меня побольше оно, а летом у меня оно вообще нормальное. Вот я зимой пью таблетки, а летом не пью. Потому что я чувствую себя прекрасно в жару. Вот жара прямо, это мое. Если жара, если не тучки на небе, ну все. Я в горы сверну, летаю. Но если тучки пришли, конечно, у меня немножко упадок сил. Чувствую, что мне не очень-то хорошо, когда тучки. А в Сибири эти тучки, так они вообще, мне кажется, круглые сутки. То дожди, то ветер, то ураган, то еще что-нибудь. Солнце-то мало в Сибири. Так что вот так. Каждому свое. Прежде чем говорю сюда переехать, мы же приехали на разведку, на машине на своей. Посмотрели, чудо как. Только потом уж стали собирать свои пожитки. Вот так вот. Так что, друзья, смотрите сами тоже. Это очень-очень такой шаг. серьезный в жизни. Чтобы переехать, нужно все взвесить, все. Чтобы у вас там ничего не держало, во-первых. В первую очередь, конечно, родственники, по которым вы будете скучать. Если у вас их нету, как у нас, у нас нету практически. Там родственника, племянница одна осталась. Так кто ее знает, может, она сама за нами скоро переедет. Ну, она молодая, у нее своя жизнь. Она что так с нами не жила, что так. Так что вот так. Смотрите сами все. Нужно это все взвешивать, чтобы муж был согласен. А то вы поедете, а муж скажет, да не хочу я никуда, зачем оно мне нужно. Мне здесь хорошо. Вот так вот. И будете потом ругаться, или мало, хуже того, разводиться. Не нужно на такое идти. Нужно найти компромисс. Совсем было хорошо. У меня прям дети рвали, и меня звали прям сюда. Им охота была. В первую очередь им охота была. У старшего сына была невеста здесь, рядом, поэтому его сюда тянуло. А младший, младшему было хорошо, чтобы мы поближе жили. Чтобы он могло приехать к нам удобно. Два часа, и все, и он здесь. А в Сибирь пока долетишь, еще и денег столько много надо до нее долететь. Вот так вот я вам скажу, ребятки. Решайте сами. Кто куда, кто в Белгород, кто в Калининград, кто еще куда-то едет. Ну вот получилось у нас так, что мы сюда нашли свой дом здесь. Значит, мы здесь и будем уже жить. Куда нам деваться-то? Переезжать никуда мы не собираемся. Пока, по крайней мере, если какие-то жизненные обстоятельства, там еще что-то, бывает всякое в жизни. Скажут, что в город нужно вам ехать жить. Ну, тогда уже будет и там решение принято. В городе, конечно, тяжело здесь будет жить. Так, маленько прошлась, а вот чуть-чуть-чутка зарастает махом. Да что ж такое? Скорее бы уже вырос он этот лук. А так охота индюшат покормить луком. Люди как-то на полях собирают. Я не знаю, мы ничего не знаем. Они там, уборочная идет, они ездят вечером, собирают. После уборочной что осталось? А мы какие-то. Ну, нехер, ничего не знаем. Что есть на огороде, тем и живем. Какие гроночки. Смотрите, в прошлом году не было, но не было такого. Посмотрите, что в этом году творится с виноградом. Посыпил вот этот виноград. Может быть, не весь, конечно, но, тем не менее, уже темного очень много. У него такой вкус сладко-терпкий. Мне он нравится, мужу нет. А мне очень нравится. Вкусный-вкусный. А он в том году первый поспел. И в этом году также первый. Только в том году здесь было ну, три, наверное, вот гроздочки. В этом году побольше. Внизу, там, там. Вот здесь тоже. Вот сколько. Очень вкусный. Может быть, мне нравится такой вкус терпкий. Не знаю, почему. Сегодня снимаем урожай кукурузы. А то она переспеет и потом будет невкусная. Вот видите, с тачкой приехали. Будем на тачечку ей вслаживать. Которые поспели с ними. Вон наверху какая большая. Сейчас снимаю. Ну, ты, наверное, точно переспела. Лёлик, помогай папе снимать кукурузку. Помогай. Давай, мой хороший. Залазь тачечку. Помогай папе. Вот еще две больших. Как проверить, что кукуруза не перезрела? Берем початок. Чистим. Чистим. Берем и нажимаем. Вот если так глаз брызнуло, то отличная кукуруза. Если не брызнет, то переспела. Ух ты, как здорово. Будем знать теперь. Кукуюза, кукуюза. Кричали китайцы, когда мы раньше ездили в Китай, они продавали на пляже кукурузу. И кричали так. Так смешно было. Так вот у нас сейчас... Перчики все поснимаю. Красные, а зелененькие оставлю. Тут все позасохнут. Так хоть что-то успею сделать с них. Еще завязи зелененькие. Смотрю. Так что красные снимаю. Может, еще побольше станут зеленые завязываться. Снимаю, да. Посушу их. Санурка потом заберет. А красные только снимать, или зеленые тоже? А? А кто садоводом? Не я. Не я. Я не узнаю. Ну, я сниму, короче, красные пока. Не знаю, какие надо снимать. Ну, а то они здесь позасохнут. И все. И пропадут. А это что такое? Трава. Вот столько перчика острого получилось. Ну, еще потом, попозже, там зеленые есть, и еще завязываются. Циньи, смотрите, какие. Они прямо как клубочки пушистые. Это ж надо, такие к цветочке стали. Были вначале вот такие вот, они худенькие. А сейчас после дождей они вот так вот разрослись. Красивенькие. Вот такие. Мне интересно, они разных цветов, смотрите. И розовые, и какие-то вот бордо. Ух ты, их тут сломал. Бедный цветочек. Это коты, наверное. Вот такие хорошенькие. А вот это вообще какая пышная. Сбоку на них смотришь, они как, смотрите, клубочки. Клубочки. Виноград пошел вот этот побольше. И вот циния тоже. Очень красивые. Я на следующий год их обязательно посажу. Я в этом году-то просто так их купила. Шла мимо просто в этом магазине для семян. Ну, увидела, думаю, циние, циние. Взяла их, купила. А они, оказывается, все лето цветут. Вот как здорово. Угадала я прям. Красота. Питонечки, кстати, тоже не отстают. Цветут и цветут бесконечно. Главное не забывать поливать. Я их через день поливаю. Немножко там биогомосы подливаю. Если начинают засыхать, я обрезаю прям их беспощадно ножницами. И они опять дают отростки. Вот этот тещиный зекон у меня стоит на кухне, где вы писали, что там не хватает цветка. Он, видите, какой большой. Я его на лето вытащила на улицу. А вот это денежное дерево, оно стоит в нашей спальне в уголочке зимой. А летом тоже здесь. Здесь солнце только с утра, и поэтому им не страшно. Вот такие большие цветочки у меня есть. Смотри, Света, пока я сейчас купила. Ой, какая красота. Такие питонечки. У меня вот здесь, видишь, Сколько стоит? 30 рублей. Вот один цветочек 30 рублей. У меня вот здесь вот они повымерли. Ну, может, кошаки позамучили их. И я решила вот здесь вот посадить. Посадить, чтобы не было вот этого пятна. Вот здесь, да? Вот сюда, да, сейчас посажу. Земельечку сейчас. Азытывай. Ты Боню зови. Она тебе быстро выкопает. Боня, она такая хулиганка. Она сейчас маха мне тут. Вот сейчас прям сразу из вышка это и посажу. Порохлю. Так. Прямо так берем вместе с корнем и ставим. Вот. Смотришь, какой красивый. Тут у нас что-то сухое. Если они разрастутся, как вот эти питонечки будут. Красивенькие. По крайней мере, хоть... Чайки тоже красивые. Ну да, они вообще цветут очень обильно. Вот. Так, какой-то камень. Вообще, столько много здесь угля. Для того, что здесь была непонятная помойка. Так, вначале синенький посадим. Видите, 3 рубля я считаю нормальная цена. Да? Да. У меня, конечно, своих много было за 8 рублей. Пакетик. Ну, они уже... Надо обновлять. Смотри, как приживутся. Смотри, сына, еще вот этот. Поливать будем? Конечно. Сейчас поливаем. Все. Такие глубины. Пока постояла водичка, чтобы они прям прижились. Их надо очень-очень обильно полить. Тогда они должны прижиться. Заливаем хорошенечко, чтобы прям вода стояла. Тогда, говорят, цветочки прирастут. По процентам. Связь надо... Хорошо. Да. Субтитры сделал DimaTorzok